на что есть ну и рост во на что мы углядаемся узорку на небе на что спеваем калятки на то и как в учиться божий любви на то и как подавать одну одному руки на только пусть мехаца 1 на то и как одно одному пробачать каб неводная чаровница прастрыцать гадоў не зарабилася ведьмай ксёнс ян твардовскі пераклад андрея хадановича гэта маланка арт я александр рацько літае вас настаў час аднаго самых прыгожых и чаровных святаў якоя не гледзючы на узрост аднолькава любяць як дзети так и дарослая таму што свята раства багата на добрню, клопат и миласэрнасць до того ж славіцца своими звычаями, абрадами и песнями, што ўж указаць про упрыгожывані, падарункі і надзеў на малінкі цсуд а гэта як мы ведаўм частей заўсё робець своімі рукамі асабліва ў гэтым пераконваешся калі трапляеш на калядны кермаш дзе майстры прапануюць самыў незвычайныя рэчы такі кермашы заўсёды былі і застаўцца папулярными пачас каляд вось і мы завіталі на адзін з такіх у Крээйць Калчев Спэйс у Вильні. Поверьте, там бы лучше муздивіцца. Сёня на нашім кермаше можна знайсти падарункі зроблені з любовўю, з каханнім для ваших ротных, для ваших близких сяброў. И я лишу, што сёня мы собрали ўсіх беларуских ўдзельников, ўдзельниц, які і сумоўт парадзіми, але зарастуць. У нас ўсь малінка шастинка вось той Беларусі, па якой мы ўсі сумоем, я лишу. Я очень рада здесь присутствовать на этой ярмарке, посвящённой Рождеству. Это со всеми любимый праздник из детства, и я на этой ярмарке представляю изделие из рафии. Эта пряжа чем-то похожа на соломку, но при этом она мягкая, отлично держит форму, не боится воды. Из неё обычно вяжут шляпки, сумочки. Но я в этом году решила попробовать из неё связать новогодний декор, поскольку я новогодний декор вяжу с детства. И попробовать решила в этом году сделать его из рафии, связать. Это универсальное украшение. Его можно повесить как на ёлочку, его можно подвесить на окошечко, либо же просто использовать на новогоднем столе, просто как элемент декора. В сочетании, например, с таким вот ангелом. Кстати, ангел, я этого даже не крахмалила. Вот эти все шарики, они пропитаны клейстером, а вот этот ангелочек отлично держит форму, поскольку рафия – такой материал, который, в принципе, не нуждается в том, чтобы его чем-то укрепляли. Это маска козы, калядной. Коза на каляды повинна померти и воскреснуть. И гэта вельми важная, самая важная калядная живёла. И гэта маска, якая дозволяя, ну, вось, пера апынуться козой, стать персонажем. Коза повинна танчыць на калядаванне. Вось, ёсь так сама медведь. Гэта две такие живёлы, які самые традиционные их водили. Вось, и медведь, и он учёный, и он со Смархонской академии, дзе калісті была такая академия, дзе учыли медведяў. Вось, и он паказывая цікавые штуки, які ему кажуть калядники. Ну, ту бок, вось, каб стать гэтым медведям, стать гэтой козой, трэба, ну, зарабіць… Звычайно, што робілі? С того, што могли, робілі ўсё. І маскі, і кажухі выварочывалі, і гэтак далей. Ну, вось, а ў сучасным свеце чалавек може губляцца, а як гэта робілі, а што, а як… Таму можна пачаць з того, што звернуцца да мяне, і просто набыць ў мяне гэтай маскі. А потым паглядзець махчыма, як гэта традиційна робілася, ці сваё штосі зробіць, таму што людзі робілі так, як атрымлівалася з того, што было побач. Вось, таму, ну, такі, вось, заклік до творчасті. Все очень любят сладкое получать в подарок, но просто шоколад дарить уже скучно. Я делаю оформленный шоколад в технике скрапбукинг. Здесь все элементы такие яркие, и каждая вырезана вручную моими руками. А в такой красивый блокнот можно записать воспоминания либо о праздниках, либо о своих детках. Вот, например, здесь про мою доченьку можно написать красиво. Вложить её фотографии, сделать записи, например, о её первых шагах или там первые улыбки. Вот. Также вот про мальчика, например. Я веду… Можно рассказать, да? Я веду про свою доченьку, например, такой. Вот. И сохраняю здесь всё с момента рождения. Потом очень классно перелистывать и смотреть, и вспоминать. И оставить ребёнку на память. Не секрет, что никто не любит так коляды, как дети. За настрой этого свято, его подарунки, игульни. А когда хлопчики и девочки становятся не только глядачами святочного видовища, а еще и непосредными удельниками, например, колядовщиками. Тогда уражение отрымливается у двоя больше. На такое вот свято мы завитали до удельников театрально-фольклорной студии у Нескладовая, якая разместилась у Вильни в приватной школе Стэмбридж. Керувники студии, актер Сергей Толстиков и музыка Вячка Красулин со своими выхованцами подрихтовали для батьков колядную импрезу, чем приемно их удивили и порадовали. Студия называется театрально-фольклорная. Мы тут танчим, у нас есть дудар Вячка Красулин-Навуковец, и мне подается, что всем это интересно. Я спрабую в ней робить такие простые практикования по руху, по майстерству актера, по сценичной мове. У нас все выключено на белорусской мове отбывается. И даже те, кто пришел и амаль не ведали белорусской мовы, были и такие, але коммуникация свою робить, и мы все-таки разом, мы разумеем, мы отшиваем один одного. А вот зараз у Снежни, уже до колядов, мы все-таки вырошили нечто сделать по-соправдному театральное, колядное. И насколько у нас это отрывается, я спадзяюся, что мы сделаем свято и для нас самих, и для батьков, и я спадзяюся для всех белорусиков, которые сейчас находятся тут. Когда мы реагировали колядную программу, я вижу у детей какую-то интересную, потому что, конечно, для них есть акцент это Новый год, а минавида коляды для их нечто крышечку дземноватая. Але по вынику яны так, о, коляды, это ж коляды. Самый короткий день, самая долгая ночь, и вот это их зацікавило. Потом так само уличываючи тое, что у нас у сценарии есть и мишка, и коза, то их вось гэта и куранятки. Их вось гэта да лучшанасць до первого саблення вельми так затягнула процесс, и по вынику всім знайшлася своя роля, и все отрумалася вельми здорово. А музыка Сергей Долгушев отправился колядовать аж за океан. У минулым годзе беларуские коляды так спадабаляся узлучанных штатах, что Сергея знову запросили на гастроли. Разом с собой спевак захопил колядный спевник, складальником якого он сам изъявляется. У им собраны шматликие песни, які наши бабули и дядули спевали на коляды на протягу многих ставодзел. Гэта спевника, так само я ще один новый сборник «Годные песни», Сергей Долгушев зараз нам и проставить, а заодно подкажет, где можна отрымаць самые докладные инструкции по святкованні колядов. Термаю в руках спевники, те спевники я выдавал и з'являюся укладальником. Гэта, наприклад, «Хоровый спевник» — это супольна праця и с композиторами, так само я ще. Заодно и таляновитой, заодно и хармайстером таляновитым, и укладальницей — это Галина Казимировская. Вось подбор песен, які спевники для хора. Тут такая частка мужчинский хор, капелла и смешанный хор. Это другая частка. Первая выходила «Годные песни», как раз починалась с песни «Погоня», скончалась и «Могутным божем». Такие самые экстремистские сборнички. А вот тут починается с песни «Живе Беларусь». Я вельми задовольнением поделюсь этими спевниками. Великий наклад. Я передаю хорам всем, кто будет спевать наши песни. Всем дарует эти спевники. Приклад тут в Познании. Приезжали 20 спевников, термал хор, и они будут спевать. А это Галиадный спевник. Он выходит в 21-м году. В 20-м, может быть, да. «Снежные» в Беларуси. Официйное выдание. Это великий наклад. И песни, которые спевались подчас «Каляды». У меня была программа «Калядная» по АЗШ, около 9 городов. И это был целый проект, как познакомить людей с «Калядной традицией». Этот спевник можно занести в ПДФ. Таким послухать эти песни можно. И в кругу доведаться больше. Я работал ранее программу, как «Калядовать», инструкция по «Калядованию», как сделать «Калядную маску», как сделать «Калядную зорку». И вообще больше тлумач. Целый великий проект под названием «Онлайн Каляды». И вот такой спевничек. Верно, классный. Заходьте на канал «Традиция», там собрано все. Там можно найти 9 видеороликов про традицию «Калядования», найти так же, как гучать мелодии этих песен, найти спевник ПДФ, все можно там побачить. Жизнеутверждающие работы художницы Ольги Якубовской не однажды помогали белорусам самые тяжелые и, казалось бы, безвыходные моменты. Известные уже, наверное, каждому «Котики свободы» и «Злые волки» разместились накануне Рождества в Музее Вольной Беларуси в Варшаве. Выставка получила название «Я рисую нашу жизнь». О ней мы сейчас поговорим с автором, художницей Ольгой Якубовской. Выставка «Молюю наше житё» – это продолжение выставки, которая была первая открылась в Познане осенью. И эти работы были в виде репродукции там. Выставка получилась интересной, очень много хороших отзывов было, и мне предложили сделать выставку в Музее Вольной Беларуси. И когда уже были оговорены сроки и место, мы посмотрели, было очень приятно, такое количество белорусов, живущих в Варшаве, ждало эту выставку. Я решила, что, наверное, стоит туда добавить оригиналы своих работ, чтобы можно было понять, как выглядят работы, которые были на репродукциях. Потому что репродукции, на самом деле, больше, чем оригиналы. Оригиналы имеют размер максимальный 30 на 30 сантиметров, некоторые 26 на 26. Вот. Поэтому, когда они переносятся на холст, такое ощущение, что они очень большие, на самом деле они маленькие работы. Вот. И мы, когда уже там размещали работы в зале, казалось, что зал очень большой, и мне пришлось как-то уже думать, что туда добавить. И я поняла, что, наверное, на самом деле сейчас самая актуальная тема, это тема даже не истории протеста в Беларуси, как, в общем-то, я и была всегда иллюстратором наших протестов, а то, что у нас сейчас самая больная, самая острая, самая страшная тема, это тема политзаключенных, людей, которые прямо сейчас сидят в тюрьме, которые испытывают давление там, которые их мучают в этой тюрьме. И мне очень хотелось как бы максимальное количество моих персонажей, которыми я посвятила работу, разместить вот в оригинальных работах. И в том числе и в репродукции тоже были добавлены люди, которые прямо сейчас находятся за решеткой. Вот. Поэтому такая получилась композиция, что больше всего внимания было уделено как раз людям, которые сейчас сидят, в принципе, ключом. Поэтому, ну, из последних работ, которые я вот прямо сделала, и фактически сразу на выставку они попали, это был Владислав Богомольников, наш святар, так, вот, и которого вот сейчас вроде бы как выпустили, домашний арест, но ведь ничего не закончилось, если человек там начали преследовать, то это, как правило, не заканчивается ничем хорошим. А вот Наталья Дулина, которая сидит, которая неоднократно сидела, ну, это вот из последних людей, которых я сейчас нарисовала. Но вообще там очень много людей, которые сидят давно, например, там Бабарыки, да, и отец и сын. Статкевич Николай, конечно, Северинец. У нас очень много, все знают этих людей, и, ну, это ужасно, конечно, когда такое происходит в стране, когда люди просто за то, что они хорошие люди, вынуждены находиться там, где находятся преступники, а на самом деле они всего лишь очень хорошие люди. Я бы хотела и дальше продолжать какие-то сюжеты, которые бы, ну, каким-то образом все-таки ужасное все, что вот происходит сейчас и не только в нашей стране, а во всем мире. И как-то, чтобы это все переводить все-таки в какой-то позитив, потому что всем нам нужно жить дальше и делать добрые дела. А добрые дела можно делать только в добром, хорошем состоянии, настроении, духа, силы духа. Поэтому я бы очень хотела поддерживать людей в их вот каждодневном таком труде. Потому что я знаю, что очень многие люди делают что-то, то, что вообще в их силах, для того, чтобы остальным людям было бы легче. Поэтому я очень рада тем, кто находит себе эти силы, и не хочу их поддержать. Затрагивать через искусство актуальные проблемы и объединять людей. Такую задачу поставили перед собой две талантливые белорусские Маша Круг и Даша Бриан. Они создали арт-проект Revolution, который недавно отметил свою первую годовщину. За это время они сняли восемь фильмов, провели множество масштабных выставок, различных акций и кинопоказов. Своим искусством и активизмом девушки продолжают громко говорить о том, что они думают и как они чувствуют. Мы, на самом деле, очень давно не были у вас в эфире, но очень классно, что сейчас, вот к концу этого года, удалось к вам присоединиться. Мы, как арт-проект Revolution, за это время очень выросли. И я бы сказала, даже не то, что в объемах, в количестве команды и в количестве национальностей и разных людей и разных командных игроков, которые к нам присоединились, но и в плане концепции у нас случилось очень серьезное развитие проекта с момента, наверное, создания восьмого фильма, потому что как раз таки с восьмого фильма мы начали разговаривать о теме прав человека более близко. Мы сняли проект о беженцах и проект о беженцах как раз таки посвящался теме ЛГБТК-комьюнити, о том, как они там, как ущемляются их права, и как раз таки этим мы хотели заявить, что для нас важно, чтобы люди защищались вне зависимости от пола, возраста, национальности и так далее. Поэтому с момента восьмого фильма, который у нас снялся более месяца назад, мы начали говорить в целом о социальных проблемах и так далее. То есть, понятное дело, что проект начинался с белорусской революции, это тема, которая у нас болит, и мы бесконечно хотим вернуться домой, но для нас сейчас важно говорить о том, что мы развиваемся, о том, что для нас волнуют другие темы беженцев, о том, что сейчас как раз таки мы и есть беженцы. И очень тонкие темы, которые мы начинаем сейчас затрагивать, это то, что, с чем непосредственно сталкиваемся мы и наши друзья, наши знакомые и так далее. Ближе к концу этого года у нас случилось очень много мероприятий, в которых мы поучаствовали. Нас начали приглашать польские институции, мы начали проводить небольшие дискуссии, говорить о проблемах в Беларуси, говорить о войне в Украине с точки зрения людей, которые уже год-два находятся в беженстве. К примеру, мы съездили в Гданьск, в Карму нашу белорусскую, где тоже собирается сейчас творческая комьюнити белорусов и других людей, поляков и так далее. Показали там свои фильмы тоже, рассказали о повестке проекта, рассказали о том, что нам важно и так далее. также мы съездили в Краков, в арт-пространство стаката «Арт», непосредственно от украинцев, где тоже показали фильмы, рассказали повестки, рассказали о том, что Беларусь связана с Украиной, о том, что мы поддерживаем, о том, что мы все вместе. Это очень важный момент, потому что сейчас как раз таки все, ну, ситуация усугубляется, и чем дальше, тем больше рассветляется вообще тема там белорусов, которые бежали, украинцев и белорусов, которые находятся внутри. Поэтому нам важно сейчас эту тему поддерживать. Ну, и также нас пригласили на мероприятие по правам человека недавно в Дом культуры Тупрага, где мы тоже сделали небольшую дискуссию уже непосредственно для польского комьюнити и рассказали действительно о том, вот с чем мы сейчас сталкиваемся и что такое Беларусь и белорусы на самом деле. Сейчас основная повестка проекта это все же создание следующего проекта. Это возможность больше рассказать о себе, рассказать о ценностях проекта, рассказать о будущем, больше побывать в медиапространстве, рассказать про ту повестку, которую мы сейчас транслируем. И сейчас важный момент для нас это также финансирование, потому что проект очень развивается и, к сожалению, находясь уже более полутора лет в беженстве, мы с Дашей, с режиссером, мы уже не в состоянии сами финансировать фильмы, выставки и так далее. Поэтому вот как раз таки сейчас вот этот поворотный пункт проекта это найти какую-то помощь, потому что мы хотим поддерживать не только себя, но и участников нашей команды, других художников, беженцев и в целом тоже украинских художников, которые сейчас убегут от войны. И следующее, что мы планируем сделать, это мы планируем снять новый короткометражный фильм, который будет немного отличаться от того, что мы делали до этого, потому что сейчас мы будем больше фокусироваться на том, на таком опыте здесь и сейчас. То есть этот фильм мы снимаем конкретно под выставку, который мы также презентуем одновременно с фильмом. Это будет фильм про понятие дома, про общую концепцию дома, потому что нам бы хотелось, чтобы в такое время, в котором мы сейчас живем, в принципе, как можно больше людей смогли понять эту тему, потому что тема дома, она, в принципе, понятна людям, которым пришлось уехать из своих стран либо из-за политических репрессий, либо из-за общего чувства небезопасности, либо из-за войны. Но эта тема также откликнется и тем людям, которые, в принципе, по собственной воле поменяли, например, страну, или люди, которые живут в своей стране всю жизнь, но все равно раз за разом возвращаются вот этому вопросу, что есть дом, обязательно ли это должно быть какое-то физическое место, или нам просто нужно какое-то ощущение внутри, что у нас есть вот какой-то условный островок, куда бы мы могли приехать, в случае чего. То есть мы будем поднимать вот эту тему, и история этого фильма очень интересная. Он мне приснился в августе этого года, то есть через два года после эмиграции, мне просто приснился фильм, который мы будем снимать. и вместе с фильмом, как я уже сказала, мы организуем выставку, которая тоже будет, как бы ее основной акцент будет в том, чтобы люди прочувствовали вот этот вопрос, и, в общем-то, смогли, возможно, найти на него ответ для самих себя. Здесь не будет правильного ответа, здесь будет просто такой фильм размышления. на этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Мы увидимся уже в новом 2023 году. Хочу пожелать вам хороших праздников и исполнения желаний. Всем мира, любви и добра. С вами был Александр Радько. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова